здравствуйте ребята сегодняшняя наша тема это дефис в словах конечно же в наречиях мы должны конечно же для того чтобы определить где у нас ставится дефис где пишется слитно где раздельно конечно же знать некоторые правила давайте поработаем над заданием и придем к определенному выводу приступаем помогать по-дружески смотрим по здесь является приставкой и конечно же у нас суффикс если у нас есть приставка по и суффикс и то наречие пишется через дефис следовательно конечно же здесь у нас дефис по-дружески как по-дружески опаздывать по-прежнему смотрим снова же по приставка ему суффикс если у нас наречие стоит из приставки по и суффикса ому ему снова же дефис следовательно опаздывать по-прежнему как наречие и поэтому здесь дефис не тратить сил понапрасну здесь у нас нет ни суффикса и не ему следовательно конечно же пишется слитно работать по смена снова же у нас есть по но в данном случае конечно же нет ни суффикса и и суффикса ому ему и конечно же пишется слитно по-прежнему пути мы не пошли обращая ваше внимание что в данном случае прежнему это у нас прилагательное по пути какому прежнему это у нас не наречие поэтому пишется раздельно заботиться по матерински снова же у нас как по матерински это у нас конечно же приставка и суффикс и следовательно пишется через дефис получать зарплату по квартально снова же у нас есть по но у нас нет ни суффикса и не суффикса уму ему следовательно конечно же слитно по квартально по пустому месту не горюют смотрим по месту какому пустому следовательно пустому это у нас прилагательное и поэтому пишется раздельно читать по-французски снова же приставка по и суффикс и и следовательно конечно же у нас есть дефис надеяться попусту попусту снова же видим у нас по приставка но пусту здесь у нас конечно же это у нас не полная прилагательное это у нас краткое прилагательное конечно же пишется слитно попросту у нас нет слова пусту именно в таком написании сказать попросту снова же просто у нас нет такого слова и конечно же пишется слитно ссориться по пустому смотрим здесь у нас есть приставка по и суффикс ому следовательно пишется через дефис по-видимому это правильно по-видимому как по-видимому конечно же здесь пишется через дефис потому что у нас есть по и суффикс ому работать по-боевому как по-боевому снова же приставка по и суффикс ому следовательно здесь нужно ставить дефис сделать как побольнее По больнее у нас здесь следующее правило, если у нас приставки плюс еще сравнительная степень прилагательного либо наречия, конечно же, пишется слитно, по больнее слитно. По видимым причинам поход отложили. По причинам каким? Видимым. Видимым это у нас прилагательное, следовательно, конечно же, пишется раздельно. Когда мы говорим, что это у нас прилагательное, то мы должны, конечно же, знать, что здесь по предлог, который относится к существительному, по причинам каким? Видимым. То же самое касается и других словосочетаний. Будьте очень внимательны. В данном задании мы должны выбрать те номера, в которых наречия пишутся через дефис. Смотрим. Бок о бок. Запомните, ребята, все здесь пишется раздельно. Бок раздельно, о раздельно и обок. Бок обок. Давным-давно это наречие пишется через дефис. Почему? Так как здесь, конечно же, есть повтор. А мы знаем, что если у наречий есть повтор, конечно же, они пишутся через дефис. По осеннему лесу. Смотрим. По лесу какому? Осеннему. Снова же осеннему. Это у нас прилагательное, поэтому пишется раздельно. По-турецки как. Снова же видим по и и. Следовательно, конечно же, пишется через дефис. Кое-как. Кое-как снова же пишется через дефис. Почему? Вспоминаем наше правило. Если у нас в словах есть кое-либо то-нибудь, то в этих словах обязательно есть дефис. Запомните, ребята. Поэтому кое-как через дефис. На лету. На лету, конечно же, пишется раздельно. По моему мнению. По моему мнению снова же раздельно. Почему? По мнению чьему? Моему. Конечно же, это у нас не наречие. Откуда-либо. Запоминаем. Откуда-либо. Здесь есть либо. Суффикс либо. А если есть кое-либо то-нибудь, то, конечно же, слова пишутся через дефис. По твоему зову. По зову чьему? Твоему. Снова же пишется раздельно, так как по – это у нас предлог. В пятых. В пятых пишется через дефис. Почему? Так как здесь есть приставка в и суффикс их. По тому берегу. По берегу какому? Тому. Здесь пишется раздельно. Почему? Потому что по – предлог, который относится к существительному. Волей-неволей. Волей-неволей пишется через дефис. Почему? Потому что снова же здесь есть повтор. Досыто. Досыто, конечно же, пишется слитно. Затемно. Затемно снова же наречие, которое пишется слитно. И по-вашему. Как? По-вашему. В данном случае это наречие. Здесь у нас есть приставка по и суффикс ему. А мы знаем, что если у наречия есть приставка по и суффикс ему, конечно же, наречие пишется через дефис. В данном задании мы должны указать, в каком ряду все слова пишутся через дефис. Смотрим и вспоминаем правила. Давным-давно пишется через дефис. Почему? Потому что здесь повтор. По-турецки. Как? По-турецки. Пишется через дефис. Почему? Приставка по и суффикс и. По летнему лугу. Лугу какому? Летнему. Пишется раздельно. Почему? Так как по лугу по является предлогом. Кое-как. Кое-как, конечно же, пишется через дефис. Почему? Потому что у нас есть кое. Следовательно, если у нас есть кое-либо то-нибудь, то пишутся эти слова через дефис. Во-первых, приставка во, суффикс их, их, конечно же, через дефис. Справа пишется слитно. По-польски как? Это у нас наречие. Приставка по и суффикс и, конечно же, пишется через дефис. Откуда-либо снова же пишется через дефис. Почему? Потому что здесь есть суффикс либо. Всего-навсего пишется через дефис. Почему? Потому что здесь есть повторение. Мало-помалу снова же через дефис. Почему? Так как есть повтор. По новому ковру. По ковру какому? Новому пишется раздельно. Почему? Потому что у нас по является предлогом. Кое-где, конечно же, пишется через дефис. Почему? Потому что у нас есть кое. Волей-неволей через дефис. Почему? Потому что у нас здесь есть повтор. Бок-обок. Вспоминаем, бок-обок пишется полностью раздельно. По-рыцарски. Это у нас наречие, приставка по суффикс и, конечно же, через дефис. В-четвертых, это у нас наречие, в котором есть приставка в и суффикс их, следовательно, конечно же, через дефис. Откуда-то? Вспоминаем, не забудьте, кое-либо то-нибудь. Конечно же, здесь есть то, это суффикс, который пишется через дефис. По-твоему, как? Это наречие, где у нас приставка по и суффикс ему. Обязательно помните эти правила. Это наше последнее задание, ребята. В данном задании мы должны заменить словосочетание наречиями, которые пишутся через дефис. Смотрим. На русском языке. По-русски. Смотрим, почему здесь дефис. Потому что у нас есть приставка по и суффикс и. Не так, как раньше, новым способом. То есть по-новому. Снова же через дефис. Почему? Потому что здесь есть приставка по и суффикс ому. Очень давно. Давным-давно. Почему через дефис? Потому что здесь есть повтор. Очень крепко. Крепко-накрепко. Почему дефис? Снова же так, как здесь есть повтор. Неизвестно куда, куда-то, либо куда-либо. Почему здесь у нас дефис? Потому что есть суффикс то. И небрежно, плохо, то есть кое-как. Почему здесь дефис? Так как здесь есть кое. А мы должны помнить, что у нас наречие пишется через дефис в том случае, если у нас есть приставки в, в, суффиксы их, их, приставки по, суффиксы ому, ему, и, повторы. И, конечно же, когда у нас есть эти слова, эти части слова, вернее, кое, либо, то, нибудь. Обязательно помните об этих частях слова. Мы подошли к концу нашего урока. И, надеюсь, вам понятно, когда вы наречие будете писать через дефис. Конечно же, помните правила и используйте их при написании наречий. В связи с ситуацией с коронавирусом будьте очень аккуратны. Почаще мойте руки, дезинфицируйте оргтехнику, гаджеты, читайте книги, проводите больше времени со своей семьей. Берегите себя и своих близких. Всего доброго и до свидания. Здравствуйте, дорогие семиклассники. Ребята, сегодняшняя тема нашего урока – это перпендикуляр и наклонная, и деление отрезка пополам. Ребятки, если нам дана прямая А и точка, не лежащая на прямой А, то прямая, опущенная под прямым углом по отношению к прямой А, называется перпендикуляром. В данном случае АВ – это наш перпендикуляр, точка В – это основание перпендикуляра. Перпендикуляром, опущенным из точки А напрямую, называется отрезок. Отрезок, который лежит на прямой, перпендикулярный данной прямой и соединяет данную точку и прямую. Наклонная, ребятки, проведенная из точки А к прямой А малая, называется отрезок, который соединяет эту точку с любой точкой данной прямой, которая отлично от основания перпендикуляра. В данном случае АВ – это перпендикуляр, В – это основание перпендикуляра, АС – это у нас с вами наклонная. Причем, ребята, точка С называется основанием наклонной. Отрезок, соединяющий основание перпендикуляра с основанием наклонной, ребята, называется проекцией, называется проекцией наклонной. В данном случае, обратите внимание, ВС, ребята, это у нас проекция наклонной АС напрямую А. Как мы с вами знаем, ребята, перпендикуляр – это расстояние от точки до прямой. В данном случае АВ – это перпендикуляр. Ребятки, если из одной и той же точки к прямой проведены наклонная и перпендикуляр, то наклонная всегда больше, чем перпендикуляр. Обратите, ребятки, внимание на доску, посмотрите на наш чертеж, и давайте ответим на вопросы. Какой отрезок называется перпендикуляр? Обратите внимание, ребятки, МФ – это ваш перпендикуляр. Второй вопрос. Какая точка является основанием перпендикуляра? Обратите внимание, ребятки, точка Ф является основанием перпендикуляра. Какие отрезки являются наклонными? Какие отрезки являются наклонными? Посмотрите, отрезки МТ и МК являются наклонными. Четвертый вопрос. Какие отрезки являются проекциями наклонных? Проекции наклонных, ребята, посмотрите, проекция МТ является ФТ, то есть ФТ является проекцией наклонной МТ, и ФК является проекцией наклонной МК. И последний вопрос, ребята. Какой отрезок является расстоянием от точки М до КТ? Расстоянием от точки М до прямой КТ является перпендикуляр МФ, то есть МФ является расстоянием от точки М до прямой КТ. Рассмотрим, ребята, деление отрезка пополам. Пусть нам дан отрезок АВ, и нам необходимо разделить отрезок АВ пополам. Обратим внимание на доску. Вот нам дан отрезок АВ. Проведем, ребятки, окружность с центром в точке А радиуса АВ. Также проведем еще одну окружность с центром в точке В радиуса АВ. Как вы видите, ребятки, наши окружности пересекаются в точках С, С1. Если мы соединим эти точки, то получается, что СС1 пересекает отрезок АВ в точке О. Ребятки, вот эта точка О и является серединой отрезка АВ. Обратите внимание, ребята, отрезок АС равняется ВС1, отрезок АС1 равняется отрезку ВС. Получается, что мы наблюдаем равные треугольники АСС1 и ВСС1. Обратите внимание на доску. Как мы уже сказали, мы с вами провели две окружности радиуса АВ. Точки С1 и С2 оказались точками пересечения этих окружностей. Они лежат в разных полуплоскостях относительно прямой АВ. Далее, отрезок С1С пересек отрезок АВ в некоторые точки О, которые, мы сказали, являются серединой отрезка АВ. В данном случае, действительно, треугольники САС1 и СВС1 равны по третьему признаку равенства треугольников. И отсюда следует, что равенство углов АСО и ВСО. Треугольники АСО, ВСО равны по первому признаку равенства треугольников. Соответственно, стороны АО и ВО этих треугольников являются соответствующими, поэтому они равны. Таким образом, мы с вами доказали, что точка О является серединой отрезка АВ. Рассмотрим, ребятки, треугольник АСВ. Мы уже с вами сказали, что СО является отрезком, который делит отрезок АВ пополам. То есть СО является медианой. В данном случае, ребятки, угол АСО и ВСО также равны углы. Получается, что отрезок СО, помимо того, что он медиан, он также является бисектрисой. А раз он является бисектрисой, ребята, значит, мы можем утверждать, что в равнобедренном треугольнике АСО медиана также является бисектрисой и высотой. То есть мы с вами можем утверждать, что СО, ребята, перпендикулярно АВ. В данном случае, так как СС1 перпендикулярно прямой АВ, то мы можем утверждать, что отрезок СС1 является серединным перпендикуляром. Является серединным перпендикуляром относительно отрезка АВ. То есть, если вы начертите любой отрезок и разделите его пополам, то отрезок, который будет делить данный отрезок пополам, также является его серединным перпендикуляром. На сегодняшнем уроке мы с вами поняли, что такое наклонная, что такое проекция наклонной, что такое основание перпендикуляра, что такое основание наклонной. Также мы с вами разобрали, как можно поделить отрезок пополам и поняли, что прямая, которая делится отрезок пополам, точнее отрезок, который делит заданный отрезок пополам, является серединным перпендикуляром. На этом, ребятки, наш урок подходит к концу. Спасибо всем за внимание. Не забывайте самостоятельно выполнять задания по учебнику. До новых встреч. До свидания. Здравствуйте, дорогие ребятки. Обратите внимание, какое количество интересных предметов находится сегодня у меня на столе. Надувной шар, резиновый шар, санитайзер, колба с водой, а также прибор для измерения давления. Мы сегодня с вами поговорим о давлении, не только о его числовом значении, а о том, как оно передается в разных телах. Мы с вами знаем, что в твердых телах давление, производимое на тело, передается только на площадь поверхности. Формула также нам это подсказывает, что P равно F делить на S. Если мы берем с вами уже не твердое тело, а жидкость, допустим, у меня колба, в ней налита вода. Если я сейчас буду производить давление верхней слои воды, они равномерно будут передаваться во все слои данной жидкости. Мы это научились применять, если нам надо выдавить из санитайзера, например, или жидкое мыло, или СПИД, какое-то вещество, находящееся в воде. Для того, чтобы получить его, мы надавливаем, создаем давление, и таким образом имеющаяся в нем жидкость передается свое давление во все стороны одинаково. Значит, если у меня какое-либо тело, находится внутри него определенный газ, в данном случае воздух, то давление, производимое на него, будет равномерно распределяться во все стороны. Обратите внимание. Таким образом я деформирую данный шар, то есть я передаю ему давление. Вот это давление передается также и более большому телу. Если я в какую-либо точку произвожу определенное давление, оно равномерно будет распределяться во все части данного шара. Почему я говорю про шар? Потому что в нем сейчас находится воздух. А мы с вами знаем, что воздух – это не что иное, как газ. Мы также знаем с вами, что каждая физическая величина имеет свое обозначение, единицу измерения в системе С, а также имеет прибор для определения той или иной физической величины. Вот у меня сейчас на столе лежит прибор для измерения давления воздуха, то есть атмосферного давления. Так как воздух у нас является тоже газом, то этим прибором можно измерять давление газов. Давайте перейдем к доске и там посмотрим, каким образом можно перераспределять давление и какому закону это физическое явление подчиняется. Вот у меня здесь изображена модель санитайзера. Любого предмета, в котором находится помпа или поршень, который заставляет двигаться молекулы жидкости. В свое время Луи Паскаль произвел большое количество опытов именно на данную тему. И он пришел к очень интересному выводу, о нем мы сейчас с вами и поговорим. Значит, смотрите, давим на жидкость или газ. В данном случае у меня жидкость, в нижней части у меня изображен газ. Итак, давление, которое производится на жидкость, если сюда поставить барометр, мы увидим, что она распределяется во все стороны одинаково. То есть P-констант в любой точке, в P1, P2, P3, P4, P5. Вот в данном случае в математической форме записи мы это представили таким образом. Значит, в любой точке жидкости или газа, если на него действует внешнее давление, будет распределяться одновременно и одинаково. Так вот, в случае с нашим с вами шаром, то есть в нем тоже находится давление, то есть газ находится под давлением. Если я буду производить дополнительное давление, он также будет равномерно распределяться во все стороны. Вот данный закон и называется законом Паскаля. В дань уважения данному ученому, потому что проблемой данного научного исследования занимался он. Давление, производимое на жидкость или газ, передается во все стороны одинаково для данной жидкости и данного газа. Вот это явление, кстати, мы с вами используем, когда проводим водопровод в наше помещение. То есть в той части, где у нас находится общее водохранилище, оттуда вода подается под определенным давлением. Во всей части, значит, города она распределяется одинаково и также поднимается на те высоты, на которые нам нужно. На любом этаже мы можем, открыв кран, получить тот объем воды, который нам необходим. Давайте посмотрим, как это отражается при решении задач. Значит, у меня дается давление, которое равно 60 кПаскалей, достаточно большое давление. Давление производится в жидкости. И спрашивается в данном случае, жидкость у нас 1000 кг на кубический метр. Когда у вас стоит плотность, уже вы понимаете, о каком веществе идет речь. Если я вижу 1000, значит, речь идет о воде. Так вот, просят найти глубину, на какой глубине может производиться данное давление. Мы с вами знаем, что формула для определения давления в жидкости в газе записывается. П равно ρ умножить на G умножить на h. Произведя математическое действие, то есть мы находим из этой формулы h, я получаю h равно 60 кН, мы превращаем, конечно же, в ньютоны, так как задачу будем решать для системы СИМ. Далее, 60 тысяч вместо Паскалей я буду писать ньютон, деленный на метр квадрат. Так удобно для решения задач. Далее, подставляю 1000 кг на кубический метр, 10 ньютон, деленный на килограмм, и произвожу сокращение измерительных величин. Квадратный метр с кубическим метром сократился, остался 1 метр. Килограмм сократился с килограммом. Ньютон сократился с ньютоном. На выходе у нас получился 1 метр. Я специально оставила ньютон в конце, это отметила, чтобы вы видели, как мы сокращаем данные физические величины. Значит, на глубине 6 метров в воде производится такое большое давление, 60 тысяч Паскалей. Вторая задача. Нам говорится, что два разных сосуда, в которых налиты разные жидкости. В первом случае это у нас вода, 1000 кг на кубический метр. Во втором случае керосин, 800 кг на кубический метр. Так вот, в воде, в этом сосуде, при постоянном давлении в обоих сосудах на глубине или на высоте столба жидкости 50 см производится такое же давление, как и в керосине. Вот нас просят найти высоту столба керосина. Если у меня П1 равно П2, значит РОЖХ1 равно РОЖХ2. Если равны правые стороны равенства, то должны быть равны левые стороны равенства. Поэтому, производя математические действия, Х2 у меня получается равно Х1 умноженный на РО1, деленный на РО2. Произведя математические действия, еще раз, ребятки, 50 см превращаем в метры, это будет 0,5 метров, умножаем на 1000, это будет 500, и делим на 800. Там все сокращается у нас, остаются метры. Значит, поделя 500 на 800, я получаю 0,625, а это в метрах было. Поэтому мы обратно подставляем, умножая на 100, получаем с вами сантиметры. Значит, мы что получили из этой задачи? Что давление, производимое как в керосине, так и в воде, могут быть одинаковыми, при условии, что давление само внешней силы также является одинаковым. Значит, мы с вами знаем, что давление твердого тела передается в верхнюю поверхность, а давление в жидкости и в газе передается одинаково во все стороны данной жидкости или газа. Давайте перейдем к учебнику и разберем определенные задания. В параграф 4.4 у вас имеется данный материал. Дело в том, что в конце этого параграфа вас просят вывести закон Паскаля. Я на основании данных опытов, вот этих опытов и экспериментов вывела вам закон Паскаля. То есть мы с вами уже знаем, что давление, производимое на жидкости или газ, одинаково передается во все стороны жидкости или газа. Закон Паскаля имеет только формулировку. Формулу вы можете использовать как P1 равно P2 равно P3 и так далее P-констант. Вот таким образом вы можете ответить на вопросы, имеющиеся в конце данного параграфа. Желательно, чтобы вы ответили на них в письменном виде. На сегодня все. Успехов вам. До свидания, ребятки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова